Олег, привет. Здрасте. Расскажи, как ты попал в хоккей? Сколько было тебе лет? Может, это тебя привел или вообще как это случилось? Да в хоккей попал случайно, в принципе. 7,5 лет мне было. Родители сказали, давай попробуем. По телевизору увидели, просто давай попробуем, исходим. А я уже настроился на футбол, я хотел пойти. Ну, давайте, ладно, сходим. Все, пришел, посмотрел тренировку, понравилась форма. Ребята все красивые, бегают. Все, на следующий день пришел, попробовал, все, затянуло это дело. То есть родители у тебя к спортным причастливы? Нет, родители у меня спортсмены, но к хоккею они отношения не имеют. Они оба гребли занимались. Классно. Ты начинал играть в мастер-школе? Да, да. До какого возраста там играл? До 14 лет. И потом от Ярославля уехал. И тяжело было в таком раннем возрасте? Ты все-таки поехал без родителей, да, в Ярославль? Ну, я уехал, сколько, месяца два, наверное, я жил один на базе. Потом, как бы, вся семья переехала за мной, ко мне. Так что за это им огромное спасибо, за поддержку. То есть в этом плане они, конечно, очень помогли мне. А вот в школе вот как-то хорошо учился? Ну, хорошист. Без троих. А детская мечта какая у тебя была? Даже не скажу, не вспомню просто. Не помнишь? Может, что-то и было, но... В смысле она там нет такого? Нет, нет. Хорошо. А чем ты вообще любишь заниматься в свободное время? Да, ну, в свободное время у нас не так много. Так что просто отдохнуть там, не знаю, сходить в кино с ребятами, сходить поужинать где-нибудь. То есть помимо хоккея никаких увлечений? Ну, каких-то, да, пока, наверное, нет особо. А какой любимый фильм у тебя? Так, это интересный вопрос. Любимый фильм? Давайте пусть будет ужасно, не Тивили. Я больше по ужестикам. Жанр ужестики, да? А музыку любишь слушать? Да, разная. Нет, определенно, тоже направленная. Но я особо ее не слушаю, если честно. Она быстро надоедает мне почему-то. А книжки читаешь? Ну, редко тоже. Хорошо. Смотри, многие спортсмены очень суеверны. Так. Ты из этих числа людей? Ну, не сказать, что я прям суеверный. Есть какие-то там, может, мелочи, мелочи какие-то. Ну, не сказать, что прям что-то такое определенного. Да, такого нет. Потому что там ты с левой стороны начинаешь делать краги, конечки. Там тебе такого нет? Перед игрой никаких примеров? Ну, конек я справа завязываю всегда. Ну, это на автоматике как-то идет уже просто, да. Хорошо. Какая твоя цель на ближайшие пять лет? Ну, цель пробиться в КХЛ как можно быстрее. Завоевать место в составе. Ну, конечно, сейчас основная задача это здесь. То есть, помочь Невтянику самому, то есть, развиваться с каждой игрой, добавлять. И команда, чтобы тоже выигрывала как можно больше матчей, чтобы повторить результат. Как тебе команда в целом атмосфере? Город, Тотальмитис? Да, хороший город, хороший небольшой городок. Все красиво, везде сейчас вот пошаманили немножко. Что, в фоей? Нет, город, город. Ну, что там дорожки эти велосипедные. Да, ну и здесь, конечно, тут же. Здесь, на базе. То есть, так все условия, условия созданы для хоккея, для игры. Какие качества ты ценишь в видео? Честность, открытость, искренность, доброту. Хорошо, а какое любимое блюдо? Любишь поесть, наверное, да? Любимая пицца, наверное, мамина. Хорошо, и твое пожелание, болеточка? Болельщикам пожелаю приходить поддерживать нас. Если где-то что-то не получается, не сильно ругаться. Мы стараемся. Стараемся выкладываться в каждом матче. Так что приходите, поддерживаемся. Будем рады очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова